Три лучшие команды губернаторского конкурса «Лидеры Дона» выбрали из полусотни. Они были сформированы из 250 самых активных участников. А вообще заявок в этом году было около 9 тысяч. Команды разрабатывали проекты для обеспечения технологического суверенитета России. И одним из лучших признано предложение запуска в серийное производство самолета Бе-32. Самолет, который может стать региональной авиацией для связи с малыми селами, городами, у него практически дальность 1200 км, и спрос на этот самолет довольно-таки высокий. То есть это он может и на севере летать, где у нас в принципе там старые самолеты. Главная цель проекта – импортозамещение. Донские самолеты взамен чешских. Сейчас Бе-32 на стадии проектировки, нужны заказчики. При должном финансировании создатели готовы наладить серийное производство 25-30 самолетов в год уже через 5 лет. Мой проект заключался в том, чтобы создать фотостудию для детей с ОВЗ. Для меня это было важно. Я нашла единомышленников, с которыми мы представляли проект. Я обзавелась новыми знакомствами. Это было очень интересно. Очень много людей, с которыми я познакомилась, обменялась контактами. И в дальнейшем надеюсь на сотрудничество. Умение сплотить команду и добиваться с ней высоких результатов – это и есть главное качество лидера. Важно, что новаторские инициативы областное правительство готово поддержать рублем. Победители конкурса получили сертификаты на участие в обучающей бизнес-программе и возможность взять займ в Ростовском региональном агентстве поддержки предпринимательства. Составка всего в одну десятую процента. Хорошая, замечательная практика. И важно, дело в том, что с каждым годом появляются новые интересные инициативы. Вот в этом, наверное, и самая главная составляющая нашего конкурса. Важно еще то, что в условиях санкций и вот такой сложной геополитической обстановки в стране мы такие вот непростые, смелые, амбициозные, может даже и стратегические решения совместно можем выработать. Теперь на целый год наставниками команд победителей станут лучшие управленцы области. Анастасия Фериченкова, Виталий Ступаков, Первый Ростовский.